Как правило, мужчины встречаются спонтанно. Тогда, когда выпивка есть, а закусить приходится соображать что-то на ходу уже. Но женщины, я думаю, тоже могут кое-что для себя полезное подчеркнуть из этого видео, а кто-то может даже взять это блюдо на вооружение. И снова здравствуйте, друзья! Винозор, с вами я, Александр. Сегодня для канала Алкофан мы с вами приготовим курицу на луке. Блюдо, которое можно приготовить в то время, когда ваши друзья уже к вам пришли, начали наливать уже по стопочке, по рюмочке. В этот момент это все дело можно и приготовить. Маленький Сема подходит к деду и спрашивает. Деда, а что ты делаешь? Да вот, Сема, сижу и смотрю исторический журнал. Сема обошел его, посмотрел со стороны. Деда, это же порнографический журнал. Эх, Сема, Сема, для тебя-то он может и порнографический, а для меня исторический. Кто-то скажет, вот нереда какая, приготовить курицу на луке. Это верно. Но разница в том, что мы сегодня будем готовить курицу без применения масла, воды, жира или чего-то подобного. Только все в естественном соку. И, как в нашем случае, мы приготовим ее в замороженном виде. Мы даже размораживать не будем. Еще раз, я поэтому говорю, что это блюдо для мужчин. И нам потребуется всего лишь два основных ингредиента. Первое, это лук. Точнее, много лука. И курица, в данном случае замороженная, как я и обещал. Уникальность этого блюда в том, что мы, первое, не размораживаем, а второе, готовим практически одновременно все ингредиенты. Основная задача сейчас это порезать или порубить, кому как больше нравится, на кусочек, который будет удобно есть. Поэтому слишком крупно делать не нужно, чтобы куски были едовые. Режем всеми доступными и недоступными способами. И аккуратно собственные пальцы, чтобы не отрубить их чертям. Но подчеркиваю, совершенно не обязательно заниматься мазохизмом. Можно курицу просто разморозить и уже более комфортные условия использовать для ее приготовления. Но я же вам обещал, что мы замороженную курицу приготовим с вами. В идеале, конечно, лук тоже заранее порезать. Но, коль мы с вами сегодня попали в экстремальные условия, к нам пришли друзья, и они уже говорят, давай-давай что-то ставь на стол, нам некогда на эти глупости тратить время. Поэтому мы будем готовить все одновременно. Следующее, что нам потребуется, это сковородка с крышкой. Включаем плиту, пока на большие обороты, большую мощность самую. Как только поставили, крышку пока в сторону, и начинаем выкладывать еще на холодную сковородку курицу. Еще раз подчеркиваю, курица заморожена. И после чего накрываем крышкой, а сами идем готовить лук. В промежутках между перевертыванием курицы мы готовим лук. Режем полукольцами и крупно. Здесь нам вообще мелочь не нужна вообще совершенно. Хоть кубиками, хоть квадратами. Уникальность этого блюда в том, что никаких особых требований для продуктов не требуется вообще. Но лук луком, а про курицу забывать не стоит. Поэтому как можно чаще переворачиваем и снова каждый кусочек переворачиваем, подчеркиваю. И снова идем, режем, чистим, готовим лук. И после того, как перевернули, снова крышкой. Я по этому рецепту уже готовлю лет 30 точно. И снова, и снова переворачиваем. И снова, и снова идем и готовим лук. Есть еще одна особенность этого блюда. Это лук. Потому что я знаю, что очень многие лук не любят как таковой. Ни вареный, ни жареный. Но то, что вы получите на выходе вот с этим блюдом, вы очень многое удивитесь. Никто никогда не скажет, что это лук. В молодости были времена, когда я с девушками спорил и выигрывал, что я приготовлю блюдо быстрее, вкуснее. Мое блюдо съедят в первую очередь. И те, кто говорит, что я не люблю лук, они никогда не поверят, что вместо капусты, например, я использовал лук. Но это в конце. Давайте смотреть. Курица хоть и замороженная, но она тоже может подгореть. Именно для этого и нужно как можно чаще ее переворачивать. Рано или поздно она начнет выделять собственные соки. И вот смотрите, что у нас уже из этого начинает получаться. Не ленитесь, каждый кусочек переворачивайте. И если вы обратили внимание, я еще не солью. По-прежнему мы с вами на большой мощности плиту используем. Именно поэтому нужно переворачивать, переворачивать, переворачивать. Чтобы не подгорело каждый кусочек, не пропустите. И когда курица приготовится на четверть, на 30%, вот в этот момент мы с вами делаем следующее действие. Приподнимаем кусок с курицы и под него целую жмень лука. И так дальше под каждый кусочек. Весь лук направляем под курицу. Затушивать курицу будем на луковом соусе. И так же переворачиваем. Но уже после этого можно будет поперчить по своему вкусу. И посолить. Тоже по своему вкусу. Так же переворачиваем курицу, но лук не трогаем. Лук должен дать сок. Уже минут 5-7 у меня курица тушится на луке, поэтому можно мощностью брать. Вот, давайте я до 6 у себя. Основная задача, чтобы курица купалась в курично-луковом соусе. Правильнее, наверное, было бы вот так назвать. Мы уже готовим сколько? Ну, наверное, уже минут 10. Непосредственно в луке уже курица находится. И тем не менее, продолжаем переворачивать. Возникает закономерный вопрос. Как определить степень готовности? Вот, когда вот так уже начнет мясо отслаиваться от кости, значит, все уже, мясо, в принципе, готово. Но есть вторая версия. Горячее, сырым не бывает. Вот, очень часто мне, например, вторая версия больше нравится, чем первая. Потому что по второй версии мясо, как правило, всегда бывает вкуснее. Ну, все, я думаю, что пора снимать наше блюдо, оно готово. Поэтому давайте продегустируем, что у нас получилось. Я специально выбрал два самых толстых куска, чтобы все сомнения улетучились. И начну я пробовать не с курицы даже, а именно с лука. Потому что я же не зря говорил, что это совершенно необычный вкус получается в результате такого приготовления. Он, правда, вкусом, чем-то похож на капусту. Я не понимаю, какие процессы там происходят и почему луковый вкус становится вкусом капусты. Видимо, за счет смешения сока лука и сока курицы какие-то химические процессы происходят. Но, тем не менее, это факт. И еще вопрос, что вкуснее. Ну и напоминаю, основная причина, почему мы стали так быстро и срочно готовить такое блюдо, мы ожидаем, что к нам должны подойти гости. Поэтому, ваше здоровье, друзья мои. Это эликсир молодости, как я его называю, эликсир возрождения. А теперь давайте закусим все-таки курицей. Абсолютно прожарилось, обратите внимание. А мы с вами всего-то на приготовление этого блюда потратили суммарно не более, чем 40 минут. Чудесный вкус. Потому что за счет смешения, опять же, двух соков, сока курицы и лукового, курица стала очень нежная, очень мягкая. И то, что мы так мало потратили время на приготовление этого блюда, ни в коем случае не умаляет его достоинства. Ну, а мы с вами на этом прощаемся. Встретимся в следующем видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы, ответьте честно. Пока-пока. И не забывайте, это видео приготовлено для канала Алкофан. Смотрите его и подписывайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok